Это продолжение цикла концертов, которые проходят во дворцах Южного берега. В программе Гендель, Глинка, Пьяцола и много других всемирно изместных композиторов Валерия Сугак погрузилась в атмосферу классики. Новая гармония звучит по-новому не только благодаря особенной атмосфере дворика усадьбы Дюльбер, но и за подобранных произведений. Здесь слышны ноты восточного колорита испанского и российского. Например, сейчас звучит произведение Чайковского «Русский танец». Еще в программе Глинка, Гендель, Пьяцола, Хокаин, Родриго. Все они из разных эпох и стран, но объединяют их ноты, которые оказались в нужное время в нужном месте. В этом единении культур, программ концептуальных, которые соединяют разные стили, эпохи, жанры, эти концерты, конечно, будут очень интересны и, конечно же, уникальны в своем роде. Музыку же ведь нельзя потрогать, правда? Ее нельзя увидеть. Три простых правила от дирижера, чтобы не только слушать, но и слышать музыку. Удобно сидеть, избавить мысли от суеты и дать волю воображению и фантазии. Только так звучание проникает в душу. Дюльбер с тюркского переводится как «великолепный». Не менее прекрасные мелодии окутывают дворец и пронизывают не только каждый уголок дворика, но и сердца слушателей. В рамках дворца это звучит просто волшебно, как они подбирают эти композиции, и вот эта природа, и замок сам. Чудесно просто. Мелодия прекрасная, я ее знаю, она очень мне знакома, я ее люблю. Я просто люблю классику. Здорово, да, она в воздухе, небо, ароматы и такая музыка, мне кажется, замечательная просто. Полюбоваться восточным колоритом архитектуры усадьбы Дюльбер и подарить слушателям пару произведений приехала гостья из столицы Снежана Шуклина. Это программа оркестра. На каждом концерте с ними выступают талантливые дети со всей России. Еще юная музыкантка сыграла соло со взрослым оркестром, а нестандартный инструмент разбавил классику. Играла сегодня на балалайке. Я сыграла кукушку Дакена и вятские посиделки Евгения Абаева. Мне очень понравилось сыграть с симфоническим оркестом под открытым небом, да еще и в день балалайки. Это настоящий подарок к такому празднику. Ну и конечно...